Добрый день! Сегодняшнее видео я решил посвятить EOTF, его влиянию на изображение и решил показать вам, как будет выглядеть изображение при разных яркостях, например, для разных телевизоров, при разной работе EOTF. Мастинг фильмов, сделанный под MDL 4000 нит. Вот эта тонкая полосочка, это 700 нит, я специально отметил. Это примерно средняя яркость обычного OLED-телевизора. Стандартный на сегодня, кроме вот этих самых ярких последних моделей. Кривая – это зависимость яркости от входной от выходной. Это то, что у нас фактически выходит с HDR-видео, когда плеер проигрывает. Соответственно, я буду использовать несколько кривых. Первое – это телевизор аналог EOTF. То есть, я взял EOTF, телевизор LG A2 с сайта AirThings и построил такой же самый график. То есть, обрезал так же, как и там, на таких же уровнях яркости. Соответственно, это LG A2 для PQ-1000. Это LG A2 MDL монитора и мастеринг фильмов, когда сделан на 4000. Это Sony A80K. У него вот такой MDL для обоих. То есть, он что для 1000, что для 4000 использует одинаковый EOTF. Соответственно, это LG G3 в режиме MDL 1000 и это LG G3 в режиме MDL 4000 нит. Такие вот у нас графики. И сейчас я вам покажу, как и что меняется на изображении, когда мы смотрим это как будто бы на разных телевизорах. И с этого вы сможете увидеть, в чем вообще разница, в чем это проявляется. Для начала давайте на теоретических видео. Вот это видео, сделанное под MDL 4000 нит. Здесь у нас начинается с 1000 нит и заканчивается 4000 нит. Видео сделано под 4000. Я включу сейчас EOTF под 1000, чтобы вы поняли, для чего делано вообще два варианта обработки под 1000 и под 4000. Итак, смотрите, предположим, у нас есть видео с MDL 4000, но мы применяем к нему EOTF график под 1000. В чем он отличается? Он, вот если вы сравните, нету роллов. То есть он доходит до какого-то уровня, а потом резко обрезает на максимальной яркости все, что выше. Как это будет выглядеть? Итак, на вот этом вот видео это будет выглядеть вот так. То есть видите, у нас фактически все пропало. То есть и мы не видим вообще градации никаких. Именно поэтому вот такой вот вариант обработки с обрезкой не применяется к видео, сделано под 4000 нит, потому что там достаточно много элементов находится выше 1000 нит. А вот этот же телевизор A2, напомню, у него яркость максимально около 540 нит. Более искривленная кривая, то есть он уже где-то на уровне 240-250 нит начинает применять тон-маппинг. Так, если я сейчас включу его, то, как мы видим, мы все равно видим градации. Просто они нам кажутся более темными. Ну как и темными они будут, если касаться здесь. На вашем телевизоре просто это будет максимальная яркость. И это будет просто ниже, 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 ниже. Но у вас градации будут все равно видны. Дальше A80. Он работает примерно так же. Только у него немножко по-другому кривая. Если у этого вот такая кривая, есть некий пологий участок ровный, где все-таки применяется обрезка, а не roll-off, то здесь у Sony она именно полный roll-off, тоже где-то около на уровне 300 нит. Далее LG G3. Напомню, у него 1400 нит максимум. Это EOTF-функция для телевизора G3, когда он обрабатывает видео с 5000 нит. Напомню, что G3 может выдавать до 1420 нит. Вот его функция EOTF при 5000. То есть видно, что он делает обрезку на уровне 1400 нит. Он же, но при обработке видео с MDL 4000. То есть видим, что есть roll-off. То есть он начинает сжимать изображение. 350 нит уже начинается сглаживание. Если мы включаем G3 при MDL 1000, как видно, из-за того, что ему не хватает яркости, высшей градации пропадают. Поэтому он и использует для видео с MDL 4000 нит. Рол-off. Соответственно, мы видим все, причем видим все достаточно ярко. Надеюсь, смысл ясен. Все видео в HDR должно мастериться так, чтобы яркость в основных элементах важных была меньше уровня рассеянного света. То бишь не выше 100-200 нит. И только то, что выше, именно эти яркости важны при отображении бликов, света, взрывов. Соответственно, если мы смотрим видео с HDR, например, MDL 1000 нит, то большая часть видео фактически не будет выходить вообще за рамки там 400-600 нит. Выше будут только отдельные небольшие точки. Основное изображение у вас на любом HDR телевизоре, который может хотя бы выдать 500 нит пиковых будет достаточно ярким и правильным. То есть вы не должны увидеть тон-маппинг на основном изображении, которое находится до 200 нит. А вот уже выше будет все зависеть от того, насколько максимально пиковая яркость и какой тон-маппинг роллов применяет телевизор. Первый фильм Interstellar сделан под пикью 4000. Итак, смотрим на график внизу. Вот смотрите, видите, я включаю EOTF для А2. И он фактически, не трогая нижние и средние детали, сжимает самую верхнюю часть диапазона. На изображении возникают менее проработанные детали, то есть они мало отличающиеся. То есть если здесь хорошо видно вот каждая деталь пламени, то когда вы будете на своем телевизоре на неярком смотреть, у вас это будет просто менее проработано. То есть оно будет больше сливаться. На самом деле полностью сливаться, естественно, не будет. И вот поверьте мне, даже если вы возьмете и в своем телевизоре уберете пиковую яркость, уменьшите контраст, вы все равно сможете наслаждаться всеми оттенками. Если у вас правильный телевизор, то он все это сохранит. То есть он просто сильнее сожмет все это. Вот я включил ограничения, и вот я просто... То есть как сделать ваш телевизор? Он просто вот так вот сожмет, вместив в 200 нит. То есть если мы посмотрим, как это отличается, оно просто станет темнее. Все станет сильно-сильно темнее, но детали у вас сохранятся. Вот в этом весь смысл тон-маппинга. Это не будет выглядеть, как просто обрезанная деталь. И просто для вас это будет менее проработано и менее ярко. Все. Так, включаем, соответственно, Sony. Она примерно так же сжимает самый верх диапазона. Потому что, видите, основная часть изображения у нас все равно на уровне 200 нит, не выше. И далее G3. Почти ничего не сжимается. Он полностью способен показать с максимальной яркостью, с максимальной детальностью весь диапазон. Далее следующий фрагмент это Mubia. Тоже фильм сделан на 4000 нит. Но на самом деле, видите, как мы видим, изображение в целом меньше 1000 нит. Но при этом все равно будет применяться тон-маппинг как для 4000. Значит, A2 сожмет именно самый верх диапазона. Но так как у нас огонь достаточно близкий диапазон, видите, как бы он и так уже сжат и имеет мало отличающиеся оттенки, то и при сжатии дальше он просто будет менее яркий. Но детали как не пропадали, так фактически для вас и не пропадут. Sony A80 сделает то же самое. И G3 почти ничего не сделает. То есть он спокойно выведет, в принципе, все как есть. Чуть-чуть только подожмет сам верх. И вот еще раз для демонстрации. Смотрите, здесь тест для проверки EOTF. Соответственно, здесь вот градации от самой минимальной до 4000. Смотрите, запомнили, да? Как бы это... Это у нас оригинал вот этого файла. Сразу в DaVinci открытый. А вот это захват с плеера. Вот если мы сравним, то, как видите, плеер выводит ничего не трогая. То есть он отправляет сигнал как есть. И поэтому на телевизор приходит сигнал без обрезки, без ничего. А вот я сделал два захвата в Dolby Vision. Один с едидом от LGCX на 700 нит, а второй едид вправленный там вроде под 900 или под 1000 нит. И вот смотрите и замечайте, какая разница. Вот первый едид. И видите, Dolby Vision отправляется уже сразу сжатым. Причем, обратите внимание, если мы сравним тот же G3, видно, что он сжал только вверх диапазона. То есть он не трогал вот эти вот оттенки более темные. То Dolby Vision фактически сжимает больше диапазон. То есть он пытается сохранить разницу яркости всех оттенков. И вот то же самое, только для более высокой яркости там под 1000 нит, когда едид. И вот видите, какая разница. Это один и тот же файл Dolby Vision, но Dolby Vision сделан плеером в режиме LLDV под разные едид. То есть с разной максимальной пиковой яркостью. И, собственно, сразу видно, как происходит сжатие. Если мы сравним, Dolby Vision выдаст нам менее яркую картинку. Потому что он сожмет больше оттенков, скажем так, он сожмет. И поэтому в данном случае Dolby Vision здесь будет занижать общую яркость картинки. Но еще вот говорю, это может быть не всегда. Будет все зависеть от того, как сделан грейдинг и как сделан RPU для этого файла. В данном случае он сделан так, чтобы все градации сохранились. А HDR следует тому, какой UTF сделан в самом телевизоре. На этом все.